Теперь разберём, как применять эффект тени. Для начала раскройте кнопку под эллипсом. Берём звезду. Нам нужна пятиконечная звезда. Покрасим её в какой-нибудь цвет. И от этой звезды нужно создать тень. Немножко вверх подниму. На панели инструментов находим кнопку, где написано «Тень». Если её раскрыть, то кроме тени здесь ещё несколько полезных инструментов. Сейчас выбираем тень. Я хочу, чтобы тень падала вперёд. Значит, встаю на нижнюю границу, мышку зажимаю и вытягиваю тень вперёд. В панели свойств можно сделать необходимые настройки. Есть те настройки, которые удобнее сделать интерактивно. Есть те настройки, которые удобно сделать в панели параметров. Что удобно интерактивно, это как раз направление падения тени, угол падения тени. Хотя вы можете это же менять в панели параметров. Видите, да? Угол падения тени. Ну, мне кажется, на мой взгляд, удобнее всё-таки это делать интерактивно. Разверну, верну. Следующая настройка – растяжение тени. Вот это как раз удобнее тоже делать интерактивно. То есть, когда мы тянем за чёрный маркер, то мы и растяжение, и угол меняем. Что же стоит сделать точно в панели параметров? Во-первых, это расплывание тени. Аккуратно двигаем движочек, и у нас тень. Что происходит? Смотрите. То, что удалено подальше от объекта, становится более прозрачным. То, что поближе к объекту, становится более плотным. Всегда полезный эффект. Советую его использовать. Ещё вы можете, посмотрите, вот этот движочек потянуть, и ваша тень становится более плотной или менее плотной. Следующая настройка – непрозрачности тени. Двигаем. Вот как раз то же самое, что я сейчас сделала движку. Можно сделать параметрами. Где-нибудь в районе 50 с копейками оставьте. Следующая настройка – размытие тени. Аккуратно смещаете. И обратите внимание, края становятся размытыми, расплывчатыми. Вот это размытие стоит точно использовать, когда вы будете применять тень для создания эффекта свечения. Сейчас я не хочу сильно размывать, поэтому я уменьшила параметр. Следующая кнопочка. Из того, что вы видите, размытость по гауссу, она даёт лучший вариант. Это то, что сейчас есть. Давайте посмотрим остальные. Внутри. Средняя. Снаружи. Усреднённая. Это становится мало похожим на тень, поэтому всё-таки советую использовать первый вариант. Тем не менее, сейчас, допустим, выберем вариант внутри. Почему? Потому что доступ к следующей кнопке можно получить, если выбирать только некоторые варианты. Вот средняя, например, внутренняя, снаружи. Но если мы выберем размытость по гауссу, то, видите, доступ будет заблокирован. Тем не менее, возьмём внутри и раскроем следующую кнопку. Квадратичные. Видите, меняется внешний вид. Плоский. Я не могу сказать, что это полезно для тени. Нет. Скорее всего, лучше оставить размытость по гауссу, а эту кнопку вообще не задействовать. И что касается тени, то это всё. Но когда будут печатать какой-нибудь проект, где есть тень, то нужно всегда отделять объект от тени, потому что тень потом превращают в растровый объект. Иначе выходят проблемы при печати. Разбиваем следующим образом. Выбираем пункт «Меню объекты». Я думаю, вам уже известно. Это комбинация «Контрол-К». Каждый раз нам программа пишет «Разъединить» и что-нибудь дописывает. А комбинация одна и та же. В данном случае группа тени. Переключаемся на инструмент выбора. Что это нам даёт? То, что тень становится независима от объекта. Создадим новую страничку. Теперь давайте попробуем использовать этот же инструмент для того, чтобы создать эффект свечения. Допустим, нам нужно нарисовать солнце. При нажатой клавиши «Контрол» растягиваем круг, закрашиваем его ярко-красным цветом и уберём контур, щёлкая правой клавишей мышки по крестику. Теперь выбираем инструмент «Тень» и из центра вовне потяните вектор тени. Далее будем его настраивать. И здесь в первую очередь поменяем цвет. Нам уже чёрный не подойдёт. Нам нужно выбрать что-нибудь красненькое. Можно, конечно, взять пипетку и пипеткой взять образец цвета. Можно и так поступить. Следующее, что настраиваем. Во-первых, непрозрачность. Я думаю, что её нужно сделать такой более бледной. Размытие тени. Можно, в принципе, максимально это сделать, размыть. Теперь нам нужно опять отделить тень от объекта, выбрав объект «Разъединить группа тени». Отщёлкиваюсь. Теперь увеличиваю вот сам эффект тени. Надо просто взять и увеличить. Размер гораздо больше сделать. И солнышко уже можно поставить внутрь. Вот такой получился эффект свечения. В любой момент мы можем цвет поменять. Допустим, левой клавишей мышки щёлкаю по жёлтому цвету. Сейчас совсем он бледный. Возьму ярко-розовый. Учитывая, что мы размытие сильное дали, да и прозрачность, у нас получается это вот таким вот образом. Зелёный сделала. Конечно, ставим красный. Далее нужно в любом случае сгруппировать, чтобы у вас это был единый объект. Ещё одну страничку создадим. Можно использовать этот эффект для создания мазков. Давайте вернёмся к предыдущей страничке. И нашу тень сместим в сторону. Вот она. Её я сейчас сделаю поменьше. Вернула страницу. И на следующую страничку я сниму копию. А это здесь оставим. В увеличенном виде. Что мне это позволит сделать? Я могу раскопировать этот блик. И получается эффект акварельной живописи. Например, если мне надо нарисовать облака, то я сейчас буду использовать синий цвет. Синий, потому что всё равно у нас есть прозрачность. И получаются такие голубоватые оттеночки. А здесь бредно-голубой положу. Вот такими мазками можно собрать всё это в единую композицию. Можно менять цвета. Здесь, допустим, опять поменяю. Опять копию сниму. Поменяю цвет. Опять копию сниму. Поменяю цвет. И чем больше копий, тем более будет плотно цвет выглядеть. Видите? Копирую. Не отпуская левую клавишу мыши, нажимаю правую. Получаются достаточно интересные эффекты. То есть тень как тень используем. И тень можем применить как свечение. Всё. Всё. С deep. Продолжение следует...